Сезонные ярмарки, которые проходят в поселке Совхоз Замени Ленина весной и осенью, всегда собирают много желающих пополнить запасы продуктов, в основном фруктов и овощей. На сельскохозяйственную распродажу приезжают из столицы, из соседнего поселка Развилка, из Видного. На первой в этом сезоне ярмарке свою продукцию покупателям предлагали не только местные сельхозпредприятия, но и предприятия из области и других регионов, рассказывает Татьяна Акимова. Сезонные распродажи сельскохозяйственной продукции проходят в поселке Совхоз имени Ленина четырежды в год. И всегда к машинам выстраиваются очереди. Первая весенняя ярмарка не стала исключением. Уже с восходом солнца в субботу на площади перед Центром культуры стали собираться первые покупатели. Традиция проведения ярмарок, наверное, это русская традиция, и мы любим эти вещи. Люди идут, идут с радостью. И вот сегодня мы, когда пришли, первые люди, которые пришли, они пришли где-то порядка в пять часов утра. Традиционно больше всего машин с продукцией было из совхоза имени Ленина. Сочная свекла, отборные картофель, лук, витаминная морковь. Посельчане брали сразу по несколько сеток. Все высококачественное. Мы подготовили специально. Сегодня находятся здесь 10 автомобилей. Находятся как и мясная продукция, так и растеневочная, так и продукции переработки. Соки, мед и пух. В таком роде все. На ярмарке был представлен полный ассортимент соков и узваров, которые расходились упаковками. От покупки сока удачного местного производства не смогла удержаться и я. Говорят, в этом году особенно хорош тыквенный сок. Ну что ж, попробуем. На распродажу сельскохозяйственных товаров приехали и другие предприятия, постоянные участники ярмарок. А пока Воскресенский радовал жителей поселка с оленями и молочной продукцией, у прилавка с колбасными изделиями и мясом из рязанского фермерского хозяйства, как всегда, было многолюдно. А вот совхоз номер один из Ногинского района Подмосковья впервые привез на расширенную ярмарку молоко, творог и сметану. У нас живое молоко, срок хранения у него очень маленький. И вся продукция пятидневная. То есть это не долгоиграющая продукция, а натуральная, как положено. Рядом с машинами и сельхозпредприятий раскинулись палатки с самым разнообразным товаром. Одежда, сладости, мед, экзотические фрукты и весенние овощи. Как говорят жители поселка, такие весенние ярмарки – хорошее им подспорье. Все покупаю. И творог, и сыр, и яблоки, и капуста. Все. Все близко, никуда не ехать. Вот пришла и все, что нужно, купила. Очень хорошо, очень хорошие цены. У меня даже в Ашане яйца дороже, чем я вот здесь покупаю. Весна в этом году ранняя и скоро начнется очередной посевной сезон. Поэтому на следующей ярмарке, а состоится она в совхозе имени Ленина 5 апреля, будет представлен богатый ассортимент посадочного материала и саженцев. Татьяна Акимова, Алексей Лин, Елена Кошелева, Видное ТВ.